Ему 85, а глаза его так и горят юношеским задором, и он еще полон творческих идей. Бориса Уртенова без преувеличения можно назвать одним из самых ярких и талантливых артистов Крачевского драматического театра. На сцене он 62 года, воплотил 170 образов, сыграл более 10 ролей в кино и на телевидении. Но самыми важными своими ролями Борис Уртенов считает те, что сыгран на родном языке. О студенческих годах, о первых ролях, о любимых героях и мечтах юбиляр рассказал Мадинни Каракетовой. Наверное, нет в республике человека, кто не знал бы знаменитого о Гурлу. Именно с этой роли началась творческая биография Бориса Уртенова в Карачаевском театре. Этот спектакль и его главные герои так полюбились зрителю, что актеров тогда еще Карачаевской группы областного драматического театра приглашали в каждое село. Борис Уртенов – один из девяти первых профессиональных актеров, карачаевцев, выпускников знаменитого Ленинградского театрального института имени Островского. В Ленинграде на русском языке работали, естественно, готовили спектакли. На русском языке первый спектакль наш Аршин Малалан был, я там слуга играл. Потом поставили Океан Штейн, такой автор был, тоже там лейтенант играл. Потом Мещане Максима Горького, я там очень хорошую роль играл, пролетариата, скажем так, рабочего, который революцию только-только начинает сознавать, понимать и двигать. Будучи студентом, Борис Уртенов подрабатывал в спектаклях Малого оперного театра как артист Миманца. Борис признается, что хоть это и была массовка эпизоды, но несравнимый опыт, потому что это дало ему возможность окунуться в работу настоящего академического театра. Я не говорил, не пел, не танцевал, но я видел корифеев театра, я видел талантовых певцов, танцоров. Я у них учился, не меньше, чем в институте. Мне было интересно. Потом же музыка, там Чайковский, там Бизе, там другие авторы, мировая музыка. 18 студентов вернулись на родину и привезли 4 прекрасных спектакля. Костюмы наш ректор института подарил нам все костюмы, бесплатно отдал. И мы тут всем показывали, в течение двух лет показывали. Вот остров Афродиты, Мещане, Океан и Аршин Малалан. Аршин Малалан, кстати, был самый первый спектакль, в котором Борис Уртенов, будучи еще студентом Ленинградского театрального института, пробовал себя в качестве профессионального актера. Он сыграл одну из ключевых ролей «Слугу Вилли». Но самой большой мечтой молодого актера было говорить со сцены на родном языке. Эта убежденность пришла давно, еще в детстве, в степях Средней Азии, с мечтами о возвращении домой, о сцене, мысля которой не покидала его уже очень давно, с тех пор, как в сельском клубе, будучи мальчишкой, наблюдал игру труппы казахского театра, ставившего музыкальный спектакль «Аршин Малалан». И вот парадокс, спустя много лет Борис сам уже играл в том же спектакле, но уже на сцене Ленинградского театра. Мы мечтали, мы хотели поставить на родном языке спектакль. Если нет у народа, нет языка, нет театра, нет народа. Я так думаю. Ну, так и говорят. Поэтому мы хотели на родном языке. Это было для нас, это счастье, надежда была. Мы нашли драматурга Шахарби Ивзеева, Джан Детлевосен, и он принес свою пьесу «Огурлу». Мы поставили «Огурлу». Там всего 8 человек участвует. А Токчоков Борис Алексеевич решил поставить как режиссер. И мы поставили. И в 1963 году в городе Карачаевске, 8 марта, мы показали этот спектакль. Это была двойная радость. Во-первых, женский праздник. Во-вторых, мы на родном языке смотрели спектакль. Мы показали спектакль. Это была такая радость, это неописуемая. Берем не писать бумагу, не писать вот такое. Это счастье было. Это там народ весь стоял, смотрел, стоя аплодировали. Но так случилось, что актерам пришлось разойтись. Карачаево-Черкесия не готова была к созданию национальных театров. И молодым актерам предложили самостоятельно устраивать свою судьбу. И Борис Урсенов принял решение ехать в Нальчик. А как раз в это время у них там 6 человек, 6 ребят взяли в армию. И там ребят не хватало. И мне дошло там очень хорошие, главные роли. Более 10 лет Борис Урсенов прослужил в Балкарском театре. Создал целую галерею запоминающихся образов. Но все это время он мечтал вернуться домой и играть на сцене Карачаевского театра. И такая возможность появилась в 1972 году. Вернулись выпускники Карачаевской и Черкесской национальных студий Грузинского театрального института имени Шутару Ставели. Меня пригласили из Нальчика. Борис Токчуков. Борис, приезжай. Мы тут, балкарцев много, у них актеров много. У нас не хватает. Мы создадим свой родной театр, наконец-то. Уже 62 года Борис Урсенов на сцене. Он сыграл в 170 спектаклях, и каждый из них имел огромный успех. Пробовал себя в качестве актера кино и тоже успешно. Дебютным стал фильм «Стреляющие горы». До этого тоже были эпизодические роли, роли в массовках. И, конечно же, съемки в документальных фильмах, посвященных депортации карачаевского народа, приговоренные к забвению и война и мир Карачая. Борис Урсенов женат на прекрасной Тамаре Уртеновой. В девичестве Казбаевой певица и руководители детского ансамбля «Корча». Имеет двоих сыновей, один из которых выбрал профессию экономиста, а второй пошел по стопам знаменитого отца и тоже играет в Карачайском театре. Есть трое внуков. Подводя итог, с которым подошел к 85-летнему юбилею, Борис Урсенов говорит, что он счастливый человек, поскольку… У меня есть двое детей, трое внуков. Это счастье, огромное счастье. Если я сыграл 170 ролей, еще 20 ролей в кино, телевидении, это счастье. Если я уже выпускаю книжки, это тоже как продолжение детей. Это тоже как дети. Это тоже счастье. Если я сегодня с вами разговариваю, тоже счастье. Так что счастье, я могу сказать, что я жил не зря, я счастливый человек. Марина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.